Всем привет, друзья! Вы на канале Киприотики. Сегодня я хочу с вами поговорить по такому важному вопросу, как выбрать недвижимость на Северном Кипре и не прогадать. Думаю, этим вопросом задается каждый, кто выбирает для себя Северный Кипр. И в этом видео я хочу сделать сухую, объективную выжимку своих наблюдений, исходя из жизни на этом острове. Выскажу свое личное субъективное мнение, стоит ли вообще покупать недвижимость на Северном Кипре. Ну и если покупать, то для каких целей? Итак, давайте поговорим о том, какой же район выбрать вам для покупки недвижимости. Начну такими словами из стихотворения Маяковского «Кем быть?». Он говорит там про профессии, но я немножко перефразирую и скажу так. «Все районы хороши, выбирай на вкус». Действительно, в тех же чатах, телеграм-чатах, в пабликах, в фейсбук и других социальных сетях те, кто живут на Северном Кипре, делятся, вступают в баталии словесные, говоря о том, какой район лучше для жизни. Я уже за этот период с семьей, живя на этом острове с февраля 2021 года, мы уже успели по-острому намотать порядка 30 тысяч километров. И, соответственно, я побывал в разных районах Кипра и смог уже сформировать свое субъективное мнение, которое вам сейчас и выскажу. Я специально записал для себя опорные точки, чтобы не уходить куда-то в дебри. И поэтому максимально кратко их выскажу. Возникнут какие-то вопросы, вы сможете мне их задать в комментариях под видео, либо уже написать напрямую в Телеграм. Итак, давайте еще раз поговорим о районе. Какой район можно нам выбрать? Выбор района зависит от многих факторов. Для чего вы покупаете недвижимость? Для того, чтобы жить, для постоянного проживания, либо для сдачи в аренду, либо вы рассматриваете как инвестицию приезжать периодически на отдых. Также зависит от того, социофоб вы, либо любите все-таки городской такой стиль жизни, скопление драйв, скопление людей. Какие виды вам больше нравятся? Нравятся виды на зеленые горы, либо любите хорошие, красивые песчаные пляжи с пологим входом в море и прочие факторы. Назову три наиболее интересных района для выбора недвижимости, которые вы можете для себя рассмотреть. Итак, район Кирене. Это пригороды Алсанджак, Лапта, Каршеяга. Что мы здесь можем увидеть? Это, в первую очередь, красивый сам по себе город. Очень интересное здание есть, историческое. Европейский городок такой. Рядом есть гавань красивая. Это такой городской тусовочный движ. Много магазинов, различных брендов, ресторанов, кафе. В целом очень хорошо развит спектр различных видов услуг. Хорошо развита именно транспортная логистика. Есть городской транспорт, маршрутки ходят. Через каждые 5-10 минут, например, из Алсанджака в Кирению. Плюс очень много разных образовательных школ, как частных школ, так и высших, так и государственных, высших учебных заведений. Если кого-то интересует, волнует природа, то в районе Кирении зеленее и ближе горы находятся. Чуть дальше находится море. Меньше красивых пляжей. Больше таких, скажем, обрывистых берегов. Больше разных отелей, разных казино. Вот это, в принципе, чем изобилует пригород Кирении. И Кирение в целом. Зимой, кстати, в Кирении холоднее, чем в Фомагусте. Больше влажность воздуха. Данный район больше подходит для постоянного проживания, для работы и в меньшей степени для инвестиций. Здесь дороже недвижимость. Все, конечно, зависит от района. И больше вариантов для выбора элитного жилья. Теперь поговорим о втором районе. Это СНТП. Находится между Кирении и Фомагустой. Чем интересен данный район? Здесь получается больше, скажем так, атмосфера спокойствия, тишина, меньше пляжей. Если пляжи есть, или вообще основная часть берега, она такая обрывистая, скалистая. Здесь хорошее место для отдыха в элитных комплексах, либо для проживания постоянного пенсионеров, либо для временного приезда на отдых. Здесь также можно вложиться в хорошие инвестиции, вложиться именно в такие комплексы элитные, как Мальдивы, строится комплекс Багамы. Есть еще международный гольф-клуб, на который в сезоны, например, ближе к осени, съезжаются с разных стран, именно любители гольфа, отдыха и спорта. В общем, сам этот район, он равноудален от ближайших крупных городов, таких как Фомагустая и Кирения. Здесь мало школ, поэтому выбирать для семьи с детьми данный район вам не рекомендую. Мы, кстати, сами изначально, когда приехали на Северный Кипр, рассматривали приобретение виллы в районе СНТП, приехали туда, вилла нам очень понравилась, красивые виды на море, сзади виднелись зеленые горы. Но когда мы зашли в ближайший городок СНТП, прошлись по его улочкам, проехались, мы поняли, что это место точно не для детей. Возить их в школы каждый день за 40-50 километров и больше, либо какие-то кружки мы не сможем. Просто физически это будет занимать очень много времени. Но и дети сами сказали, что нет, пожалуйста, родители только не в этом месте. Для остальных людей, для взрослых, для пенсионеров, социофобов и вообще людей, любящих спокойный образ жизни и конфиденциальность, это будет одним из хороших мест. Следующий крупный район Фомагустов, который включает в себя такие районные городки, как Искелея, есть еще местечко Баас, Лонг Бич. Чем он хорош и какие у него есть минусы? В целом, Сан-Фомагуста довольно шумный район. Здесь живет много студентов. Есть много учебных заведений, как высшие учебные заведения, так есть и государственные школы, и частные. Сам по себе город мне визуально не сильно нравится. Он не такой красивый, как Керения, но есть тоже достопримечательности. Есть старый город Фомагуста, в котором есть большая крепость, есть много исторических зданий, старых церквей. Есть еще город, недавно открытый, но еще не обустроенный, Вароша, который раньше являлся центром паломничества всех туристов. В пригороде Фомагуста находится древний город Саламис, то есть есть достопримечательности, которые тоже можно посмотреть. Ну и, конечно, самый известный район, где проживает много русскоязычных людей, это район вдоль линии Ланг-Бич. Линия Ланг-Бич – это берег, пляжная линия, трехкилометровая зона, напротив которой через дорогу располагается несколько комплексов. Это такие крупные комплексы, которые сейчас уже готовы, обжиты с довольно развитой инфраструктурой, такие как Корт Ярд, Цеза Резорт, Роял Сан, Роял Лайф. В принципе, есть еще там рядышком поблизости небольшие комплексы, которые уже перечислять не буду, но в целом они создают так называемую инфраструктуру, вокруг которой жители могут, в принципе, нормально социализироваться, общаться, переходить с одного комплекса в другой, посещать Ланг-Бич, ну и, конечно же, там другие места. Из минусов, которые хочу ответить, отметить, в районе Фомагусты нет общественного транспорта. То есть, в лучшем случае, на что вы можете рассчитывать, это на автобус, который ходит от Цезарь Резорт два раза в день в сторону Фомагуста и обратно, и, наверное, еще в Никосию. Также еще от Цезаря ходит автобус в направлении Буаз, в сторону Цезарь Блю, когда на выходных открывается аквапарк. В целом, в любом случае, неважно того, где вы живете, в какой части острова, без автомобиля вам, ребята, точно не обойтись. Поэтому, неважно, живете вы в Алсенджаке, или живете вы в районе Искеле, автомобиль, для того, чтобы комфортно себя чувствовать, свободно передвигаться, учитывая, что если у вас, например, будут дети, возить их в школу, в сады и в какие-то там кружки, без него точно не обойтись. Этот район Фомагусты, Искеле, он, я считаю, он является наиболее привлекательным с точки зрения как постоянного проживания семей с детьми, так и с точки зрения инвестиций. Потому что строятся новые комплексы, которые как раз-таки заточены именно на сдачу жилья в аренду. Плюс тот же самый Цезарь, если брать как пример, это фактически номер один на Северном Кипре по мнению большинства русскоязычных детей. Я не шучу, то есть я говорю, как оно есть. Даже если брать моих детей, то они бы с удовольствием хоть сегодня переехали бы жить в Цезарь Резорт. Потому что там действительно создана инфраструктура для детей, есть большие игровые площадки, есть разные зоны с бассейнами. Ну и в целом скопление русских детей, как раз-таки вот эта социализация, она вот для них важна, для наших детей тоже. Дальше не буду так более подробно останавливаться на этом комплексе и других. У меня есть видео на YouTube-канале, вы сами сможете их посмотреть и уже для себя сделать какие-то выводы с точки зрения привлекательности и подходящих критериев именно для вас. Также в районе Фомагусты, в районе Ньюскерений, климат зимой чуть мягче, здесь теплее и море теплее само, и нет такой влажности. После того, как мы разобрались с первым вопросом, возникает второй вопрос. Какой же тип, вид недвижимости выбрать? Например, рассмотреть вилу или ботанхаус, или рассмотреть апартаменты. Опять же, все зависит от многих факторов. Если брать меня, мою семью, то изначально мы рассматривали, как я говорил, вилу. Но приобрели апартаменты 3 плюс 1, и спустя полгода проживания мы все равно возвращаемся к мысли о том, чтобы продать, либо сохранить это жилье, и дополнительно приобрести себе вилу, либо ботанхаус. Сейчас я кратко пройдусь по плюсам и минусам вилл и апартаментов, а вы для себя сами уже будете решать, что для вас будет в приоритете. Итак, плюсы вилл. Это, в первую очередь, закрытая территория, где может создаваться конфиденциальность. Например, тоже самое. Личный бассейн есть. Плюс эти типы недвижимости, объекты недвижимости, они будут сдаваться дороже в аренду. Сейчас вот я знаю информацию, что вот в этот период, летом, когда был пик туристического сезона, была проблема найти хорошую виллу в хорошем месте именно с бассейном. И эти виллы стоили, вот именно аренда в месяц, порядка 4 тысяч фунтов. То есть, вдумайтесь, аренда в месяц виллы, которая где-то размерами 200 квадратных метров, закрытая территория внутри, и плюс еще бассейн, она стоит именно стоимость аренды такие деньги. Если брать апартаменты, то есть, квартиры в комплексах, то какие плюсы в этом есть? Здесь больше социализации, потому что больше людей живет. Здесь есть богаче и инфраструктура, причем за меньшие деньги, которые нужно будет потратить на обслуживание. То есть, есть комплекс спа, хамамы, бассейны. Сам Мэйтенс, то есть, ежемесячная абонентская плата, она варьируется в зависимости от размера комплекса и богатства инфраструктуры от 50 фунтов до 150 фунтов. В некоторых районах, в элитных районах, в комплексах, Мэйтенс будет намного дороже. Но в целом, если брать, это все равно будет дешевле, нежели чем обслуживать виллу, платить за чистку бассейна, за подстрижку территории самой, деревьев, за ухаживание за фасадом самого дома и так далее. Минусы апартаментов, которые находятся в комплексах, то, что может быть больше шума от соседей, могут где-то сверху затопить. Отсутствует какая-либо конфиденциальность. То есть, ты вышел на балкон и можешь находиться в поле зрения этих жителей, либо прохожих, которые прогуливаются по территории комплекса. Что же лучшее? Вторичка, либо новое жилье? Здесь тоже есть много за и против. Я постараюсь опорные моменты довести до вашего сведения, а вы тоже будете принимать решения. Какие плюсы вторички есть? В первую очередь, она идет дешевле. Она идет уже с обустроенной инфраструктурой, территорией, обжитой. Но минус заключается в том, что она уже фактически от первичного собственника. То есть, вы где-то не сможете поменять ни дизайн, либо если поменяете его, то это стоит существенно тоже дороже. И тогда нивелируется вообще необходимость покупки такого жилья, когда можно купить за сопоставимые деньги фактически новое жилье. Также минусы старых домов вторички, это, получается, возрастные проблемы, связанные с фасадами зданий, внутри какие-то могут быть проблемы. Все-таки Кипр – это остров, близость к морю и наличие влажности тоже сказывается и не лучшим образом. В том числе, это худшая инвестиционная привлекательность с точки зрения последующей продажи по вышеуказанным причинам, плюс и для сдачи в аренду, потому что мебель либо само здание, фасады и территория уже будут довольно подуставшими и, соответственно, будут сдаваться за меньшие деньги. Либо при аналогичном цене люди будут просто предпочитать новое жилье в новых комплексе или в новых виллах. Ни для кого не секрет, что стандарты, строительные стандарты на Кипре, они только начинают с каждым годом улучшаться. И то, что было 10 лет назад, как строилось жилье и как строится сейчас, все-таки отличия есть. И это как раз-таки, слава богу, в лучшую сторону. Опять же, сейчас применяются в новых домах и новые отделочные материалы, новые какие-то технологии дополнительно. Поэтому, конечно, в приоритете для тех, кто рассматривает покупку жилья и есть сумма денег сразу на руках, можно, конечно, выбирать и новое жилье. Какие плюсы нового жилья? Это то, что после ввода в эксплуатацию застройщик дает гарантию как минимум год на отделку внутри, 5 лет на вот эти несущие конструкции дома. Это жилье новое, фактически в нем никто не жил. Вы можете его обустроить под себя так, как хотите. Положить там ламинат, плитку, стены заранее каким-то образом сделать, даже перегородки те же самые. На момент стройки есть такая возможность по проектной документации переделать. Плюс, как я уже говорил, новое жилье намного лучшее, в этом плане будет ликвиднее, быстрее сдается в аренду, потому что новое, с хорошим, красивым ремонтом, дизайном, и люди предпочитают жить именно все-таки в новом жилье. Кроме того, немаловажный, а я бы сказал, это основной фактор, который перевешивает эту чашу весов в сторону новостроек, новых домов, это как раз-таки лояльное условие, которое предоставляет сам застройщик. Здесь застройщики предоставляют возможность приобретения недвижимости не только в кредит, под довольно невысокие проценты, там шеи, от 6 до 9%, так и даже вплоть до рассрочки под 0% на срок до 72 месяцев, то есть практически на 6 лет. Это отдельные застройщики для отдельных комплексов дают такую возможность. Вы, например, определились с новым жильем. На какой стадии вообще это жилье приобретать? Вообще, лучше всего покупать недвижимость на стадии котлована. Вы максимально получаете недвижимость по минимальной цене, за которую предлагает застройщик. То есть, вы покупаете это жилье, а потом уже к моменту ввода в эксплуатацию оно у застройщика уже начинает дорожать примерно на 30-40%. Если сам проект довольно инвестиционно привлекательный, то жилье может еще при перепродаже этого же объекта увеличить его конечную стоимость примерно на 50% от первоначальной стоимости. Итого вы получаете прибыль за период примерно 2-3 года с момента вот этой стадии котлована и до ввода в эксплуатацию и перепродажи в размере 100%. Согласитесь, это уже хорошая прибыль. Если сравнить например окупаемость квартиры, которую вы будете брать уже готовую и планируете сдавать в аренду, то окупаемость ее будет где-то варьироваться от 5 до 10 лет не меньше в зависимости еще раз говорю от района, от комплекса и от прочих факторов. Вообще самому без пребывания на острове очень тяжело оценить инвестиционную привлекательность того либо иного объекта. Для этого нужно сюда приехать поездить по разным районам плюс обладать скажем так квалифицированной информацией о застройщиках, о разных проектах и о прочих деталях, которые на самом деле человек, который не имеет специальной подготовки он действительно максимально правильное объективное решение принять не сможет. Поэтому конечно в этом случае лучше обращаться к проверенным хорошим риэлторским агентствам, которые на этом рынке работают уже не первый год, которые знают многих застройщиков, могут оценить и понять привлекательность того-либо иного объекта как инвестиции, которые сами же на собственном наличном примере покупают на стадии котлована еще на стадии этого проекта до старта продаж определенные комплексы, которые знают и видят качество работ, которые делают застройщики и соответственно в дальнейшем они уже потом сами же эти квартиры перепродают. Благо у агентств есть опять же клиенты, инвесторы, которые могут интересоваться недвижимостью. Если инвесторы, то с инвесторами они сотрудничают на стадии как раз таки вот таких стартах предпродаж объектов. Если обычные семьи переезжают, которым вот как для нашей семьи была актуальная тема сразу приезда на остров заселиться в свою квартиру, мы не хотели ждать какое-то время тратить на это и поэтому мы выбирали готовые объекты из того, что есть. Вот для таких семей, вот так как наша довольно неплохо было бы на стадии купить квартиру, а потом нам же перепродать, потому что мы, то же самое агентство либо какой-то инвестор уже получил бы хорошую прибыль, причем за более короткий период, чем нежели они бы арендовали и сдавали в аренду эту недвижимость. Я знаю несколько примеров хороших инвестиций, выгодных в такие проекты, как Корт Ярд в свое время были, либо проект Мальдивы от одного из известных застройщиков крупных на Северном Кипре. У этого же застройщика, который сейчас строит Мальдивы, есть еще очень классный проект перспективный, который строится вот рядом с этим комплексом Мальдивы в районе СНТП и я уверен, что он тоже в дальнейшем, если приобрести на старте продаж какой-то вид недвижимости, в дальнейшем он себя окупит, причем хорошо, вы можете получить хорошую прибыль. Но еще опять, эти объекты, этих застройщиков нужно, конечно же, знать. Просто так купить какой-либо объект, ориентируясь просто, например, на цену или на фотографии, какие-то из презентации, проблематично. Поэтому нужно знать и обращаться именно либо к проверенным застройщикам, либо в первую очередь, конечно, проверенным агентствам. Если же вы планируете переезд на ПМЖ сюда, на Северный Кипр с семьей, то, конечно, для вас в идеале это либо сразу приобрести жилье, но вы приобретаете то, что уже видите, можете пощупать, оценить, посмотреть и, соответственно, уже заселиться, оплатить и заселиться и жить. В крайнем случае можно рассмотреть такой вариант, приобрести недвижимость, которая находится в стройке со сроками ввода в течение года, найти такого застройщика, который может предоставить на этот период либо подменное жилье, бесплатно причем, заметьте, либо по наиболее оптимальным ценам. Такие застройщики на Северном Кипре есть, я их знаю, смысла сейчас рассказывать о том, что потому что очень много разных объектов на Кипре и под потребности каждого человека либо семьи фактически нужно выбирать. Я постарался акцентировать ваше внимание на основных критериях по выбору недвижимости. Если с чем-то они согласны, пишите свое мнение в комментариях. Я тоже человек, могу ошибаться. Чем больше вы приведете аргументов за и против по конкретному вопросу, тем более объективная картина сложится у людей, которые планируют переезд на Северный Кипр и которые, как и вы, как и я в свое время смотрели видео на YouTube и либо получали информацию из других источников. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне их задать спокойно в комментариях под видео, либо перейти в описание под видео и перейти на мой телеграм-канал, либо позвонить по контентам, которые там же оставил. Всем пока! Кстати, хочу вам сообщить то, что сейчас я готовлю и запускаю в ближайшее время интересный формат видео на очень интересную и актуальную для вас тему, о которой вы узнаете в ближайшее время. Всем пока! До новых встреч!